Друзья, всем привет. Новый день. Тут малые по помойкам лазили. Я говорю, вы что штребуха пересмотрели? Говорю, подписывайтесь на мой канал, коли вы Ютуб смотрите. В Красногорск. Менять уплотнитель на пиковских домах с фрезеровкой. Поворот на откидной делать механизм и ручки. Он на солнечных батарейках. Церковь. Это пиковские дома. Там везде механизм варне стоит. Все, что надо, чтобы сделать створку, поворот на откидной. А, тут хеликоптер, короче, вертолеты. Вертолетная база. Рубашечки. На стиле. Стремновато, конечно. Вот она школа прямо напротив. Все, как он говорил. Смотрите, арсенал шурупов. Специальная фреза, короче. Там, как будто рентген аппарат включился. Свет идет. Тут квартира точно такая же. Они вот дубовые. Не нажмешь. Меняем механизм. Делаем поворот на откидной. Вот он старый уплотнитель. Лапана убрали. Дырочки загерметизировал. Ручки с замочками теперь. Уплотнитель новый. Вот он. Толстый, мягенький. Самый лучший. Поворот на откидной. Теперь можно на проветривание ставить. Извинение, прижимую поставил. Сейчас вообще тихо. Вот они эти места, которые не дают прижиматься. И так, по кругу каждый угол делаем. Ставим новый уплотнитель толстый. Делаем прижимы на всю. Вот такую процедуру нужно провести каждому. С каждым окном. Обращайтесь с удовольствием. Вам помогу. Друзья, всем привет. Новый день. Выезжаю. А тут малые по помойкам лазили. Я говорю, вы что, Штребуха пересмотрели? Они, да, а вы что, его знаете? Я говорю, да, конечно, знаю. Тоже орал с него. Говорю, подписывайтесь на мой канал, коли вы YouTube смотрите. Подписал, короче. Плюс два подписчика малых. Такая вот история. А я погнал за механизмом. На пражскую коллегу. Потом в Красногорск. Менять уплотнитель на пиковских домах с фрезеровкой. И менять поворотно-откидной. Делать механизм. И ручки. Надо еще ручки проверить с замками. У меня есть четыре штуки. Там четыре створки. Вот такие вот пироги. Смотрите, вертолет. Какая погода. Ну, ему хватает солнечных лучей, ультрафиолета. Я не знаю, от чего солнечные батарейки работают. Видите? Он на солнечных батарейках. Короче, стружит нормально, даже в хмурую погоду. Ну, а когда закат, солнце за горизонт уходит, он останавливается. Хотя еще светло, но он не работает. Такие вот дела. Я еду по Новорижскому шоссе в сторону Красногорска. Что это у нас там строится? Какие-то там прикольные эти... Там церковь. Церковь. Купил, короче, механизм. Вот он для окон Варне. Это пиковские дома. Там везде механизм Варне стоит. Заехал коллегу Коринфорд и купил. Тут двое ножниц, две клюшки и два угла. Все, что надо, чтобы сделать створку, поворотно-откидной. Сейчас я этим и займусь. А, тут хеликоптер, короче, вертолеты. Вертолетная база. Видите? Видите? Друзья, а я, смотрите, в рубашечке. На стиле. Идет мне рубашка? Я думаю, пойдет. Правда, это футболочку бы беленькую подниз. Ну, беленькие я все засрал помидорами или что-то ел. Текло у меня, короче, они все в пятнах. Четыре футболки белых и всем конец. Смотрите, какие усы уже. Усы подрастают. Ну, и такие еще, не очень. Хочу длиннее все-таки. Стремновато, конечно. Ну, а что делать? Надо попробовать. Такие вот домики пиковские. Необычные. Ну, да, створки одного размера здесь. Хотя я механизмы взял разного размера. Значит, у нас дома другие. Поворачиваем, родная, поворачиваем. Вот она школа прям напротив. Все, как он и говорил. Я захожу, смотрите, арсенал шуруповерт, уплотнитель, ящик мой специальный, механизм, герметик и так далее. Еще я взял вот такое сверло. Не сверло, это мне подарил Леха Алиев, с кем мы встречались в кафешке. Видите этот? Специально фрезеровать углы, чтобы я не сверлом шуруповерт убивал, вбок давил, а прямо просто. И вот каждый уголок специальная фреза, короче. Сейчас попробуем, как она работает. Седьмой этаж. Посмотрите, что происходит. Там как будто рентген аппарат включился, свет идет и жужжит все. Странно, а лифт ехал всю дорогу, вот только приехал. А ну. В шахте что-то светится. Квартира точно такая же, только у меня двойное окно цельное в комнате, в спальне. А здесь в основной комнате у меня раздельные окна. Вообще столько же квадратов. Класс. А, бортик, у вас тут бортик идет. А у меня вот тут он заканчивается, бортик. И здесь уже другой уровень. Ладно, что мы делаем? Делаем, меняем уплотнитель, фрезеруем углы. Они вот дубовые, не нажмешь. Меняем механизм, делаем поворотно-откидной. И ручки, все, где надо там подгерметизируем. И тут тоже два окошка. Правая, узкая делаем, да? Поворотно-откидным. Все, иванна вот точно такая. Все не то, все не так. Ты, мой друг, я твой враг. Как же так? Все у нас с тобою. Был апрель, и в любви мы клялись. Но, увы, пролетел желтый лист. По бульварам Москвы Третье сентября День прощанья, день, когда горят Костры рябим, как костры горят Обещанья, день, когда я совсем один. Я календарь переверну, и снова Третье сентября. На фото я твое взгляну, и снова Третье сентября. Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Журавли, белые глины, твоя дочь и мой сын, все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру На холодном ветру поиграли с тобой, но пришел сам собой Третье сентября. Я календарь переверну, и снова Третье сентября. На фото я твое взгляну, и снова Третье сентября. Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Субтитры создавал DimaTorzok Вот старый уплотнитель. Окошко готово полностью. Клапана убрали, дырочки загерметизировал. Ручки с замочками теперь. Уплотнитель новый, вот он толстый, мягенький, самый лучший. Видите, углы теперь не дубовые, а сколько места прижима. Окно прижимается полностью, смотрите. Вот оно. И так не сделаем по кругу, что задняя часть. И это окно, как вы видели, сделал поворотно-откидную. Теперь можно и на проветривание ставить. И есть даже микропроветривание. Вот так ручечку ставим на 45 и маленькая щелочка. Такая вот история. Все здесь тоже подрегулировал зимний. Прижимы поставил уплотнитель, два контура. Обязательно надо делать два контура. Кто-то говорит, оно есть один, даже поменять не будет дуть. Но надо менять два, потому что окно здесь тоже сшему прижиматься надо. Короче, надо менять два. Все это шляпа, кто-то говорит один. Сейчас другую комнату делать, уже снимать не буду. Все то же самое будет. Тоже поворотно-откидное, ручки, уплотнители. Клапана убираем. Какой вид здесь, друзья. Школу открыли вот недавно. Сейчас вот тишина, детей было слышно. Сейчас вообще тихо. Смотрите, какая школа прекрасная. Новенькая. Открыли вот первого сентября. Детки футбол гоняют. Все четко. Смотрите, вот уплотнитель посрывал. Вот они эти места, которые не дают прижиматься. Вот, видите, спайка идет. Вот он пластик. Вот тут за резиной пластик был. Вот он. Кусок. Он не дает прижиматься. Сейчас здесь то же самое разрыв. Надо вот так сделать. Все, теперь сплошным контуром с заворотом будет идти. Здесь то же самое делаем. Так. Одно рукой неудобно. Все, так сделали. Ножичком почистили. Чтоб пласт зашел и ничего не мешало. Вот, все чисто. Вот этот пластик срезали. Все. Все. Здесь тоже почистили. Итак, по кругу каждый угол делаем. Ставим новый уплотнитель толстый. Делаем прижимы на всю. Смазываем маслом. Все. Будет герметично. Клапан выкинули. Дырочки загерметизировали. Все. Вот такую процедуру нужно провести каждому, с каждым окном. И тогда будет тишина и покой. Комфортно будет жить. Друзья, и в этой комнате все готово. Уже потемнело. Не то, что я долго делал. Просто была заминочка. Нужно было проехать кое-куда. Вот он уплотнитель. Старые ручки. Клапана. А тут все готово. Вот они новые ручки с замками. Как обычно новый уплотнитель. Все смазано, отрегулировано. Здесь новый механизм. И тоже уплотнитель. Вот такая вот история. Все. Кому надо, обращайтесь. С удовольствием вам помогу. Сделаю по высшему уровню. Будет тихо. Будь не будет. И вы будете радоваться, что именно я к вам пришел. У меня черный пояс по этим окнам. Делаю. Уже 10 лет занимаюсь. Все. Всем добра. Я поехал домой. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всех люблю. Всех обнял.